Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я с вами хочу поговорить об инвестициях в криптовалюту. Лично мое мнение, что инвестиции в криптовалюту однозначно являются рискованным инструментом. Да, прошу обратить внимание, что все мои мысли, это лично мои мысли, это не является торговой рекомендацией. Я выражаю только свое мнение. Вы можете с ним соглашаться, либо не соглашаться. Пожалуйста, воспринимайте вообще всю информацию, которая идет в интернетах, YouTube, TikTok, достаточно критично. Не выбирайте себе одного лидера, потому что я могу сказать вам честно, что я столкнулся с чем? То, что я спрашиваю у людей. А скажи, почему эту книгу ты считаешь плохой? Он говорит, а мне эксперт об этом сказал. Иногда стоит довериться эксперту и не читать. Также мне зачастую пересылают мнение. Вот я просто в пабликах сижу, с людьми общаюсь. Мне пересылают мнение реально, блин, чужих людей. Это не их мнение. Они пересылают и выдают это за свое мнение. Я спрашиваю, а у тебя-то почему такое сложилось? Ну, вот так-то, потому что мне так сказали. Ну, давайте, если вы слушаете любого мнения эксперта, прочитайте, посмотрите, сложите цифры. У вас пазл должен складываться в голове, а не просто вот это вот все, что мне сказали, я так и сделал. Ну, давайте я вам скажу. Коснитесь языком восковольтного провода. Вы пойдете касаться или нет? Вы же скажете, что нет, меня это может шарахнуть. Да, вы правильно будете сделать, если вы не пойдете это делать. Потому что я скажу, допустим, вот коснешься, ты получишь там бабло. Ну, отмороженные пойдут. Отмороженные на закладки ходят, понимаете? То есть, ну, голову-то включать надо, а не просто быть. Слушайте, у нас, к сожалению, в этом плане общество сейчас действительно дегенерирует, деградирует. То есть, проблем куча у людей с головой. Ну, в принципе, они не сейчас появились, они и раньше были. Чего, греха-то эти? Просто сейчас это все на показ вышло. Вот и все. Итак, про инвестиции в криптовалюту. Считали ли я, что стоит в криптовалюту вообще вкладываться? Я лично, мое личное мнение, что нет, для инвестиций криптовалюта, как на мой взгляд, она не подходит. Потому что криптовалюта не производит никаких денег. То есть, именно если инвестиции, я бы даже не стал ни в рубль, ни в доллар вкладываться. Возможно, в золото. Почему? Потому что, ну, и золота нет. Потому что золото именно, само золото, оно не генерирует никакого дохода. Его становится меньше. То есть, мы черпаем запасы его, потребность на него пока есть. Может быть, она перестанет в какой-нибудь момент, какой-нибудь новый полупроводник изобретут. То есть, ведь золото же используется так же и в микросхемах. То есть, насколько я знаю, да, опять же, эту информацию всегда проверяйте. Я тоже могу ошибаться. То есть, я не эксперт в создании плат, чипов и так далее. Но, насколько мне известно, там все-таки золото в некоторых местах используется. И именно по этой причине, именно инвестиции в криптовалюту я не считаю интересным вариантом. Я считаю, что в криптовалюту интересно рассмотреть именно за счет того, что у нее большая волатильность. То есть, она скачет вверх-вниз. Часто поднимается, она опускается. На много процентов, причем за день, то, как акции даже не скачут. Я бы рассмотрел криптовалюту именно с целью покупки ее на трейдинг. То есть, на низкой точке входа мы нашли, выверили, поняли, что здесь есть уровень сопротивлений, уровень поддержки. Мы на уровень поддержки взяли, мы поставили стопик где-нибудь, где нам надо. То есть, мы это проанализировали. И дальше уже именно, как говорится, забрали свою прибыль и вышли из криптовалюты, либо перезашли в другую криптовалюту. То есть, допустим, из биткоина, в догикоин и так далее. То есть, именно спекулятивно бы я ее использовал. А так, будете вы использовать или нет, конечно же, решать вам мое мнение. Я против инвестиций в криптовалюту. Это мое личное мнение, потому что я не доверяю. Это не значит, что это так. Я не буду топить за то, что криптовалюта там плохо или хорошо. Это мое личное мнение. У вас свое личное мнение. Так что высказывайте. Я с удовольствием рассмотрю ваше мнение. И я ничего против не имею, что если вы считаете, что криптовалюта – это будущее. Я только за. Если за этим станет будущее, то есть, я считаю, в чем у криптовалюты риски. В том, что криптовалюты пока не признают государство. Некоторые государства начинают бороться с ней. И когда криптовалюта будет признана всеми государствами мира, либо хотя бы большой топ-20, топ-30 государств признает. То есть, Евросоюз, США, Китай, Япония, Россия признает. Тогда я скажу, что действительно криптовалюта имеет хорошие шансы на все. Как вариант, в принципе, если про инвестиции к криптовалюту говорить, я бы рассмотрел такой вариант. Взять очень маленьким портфелем, очень маленьким объемом от всего портфеля, допустим, 1-2% криптовалюту завести, то оно может быть 5% и на низких уровнях входа. И, соответственно, ставить на долгосрок. И посмотреть, если когда уже начнут государства узаконивать, тогда вы имеете шанс сорвать куш. Это лично мое мнение. Но запомните, это не является инвестиционной рекомендацией. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До новых встреч.